Неделю назад новым руководителем филармонии Якутии назначили экс-замминистра культуры Туяру Пестрякову. Какие перемены ожидают организацию с появлением нового директора, узнал Иван Подойницин. Последние шесть лет Наталья Владимировна Базалева проработала в филармонии Якутии, будучи одновременно художественным руководителем и директором. На данный же момент заслуженный деятель искусств Республики Саха уже стоит у дирижерского пульта, готовясь к своему дебютному концерту в Театре оперы и балета во Владикавказе. Теперь профессиональная творческая деятельность Натальи Владимировны простирается на два региона и уже не включает управленческих функций. Я ушла с управленческой деятельности, я давно об этом мечтала, уйти, потому что мне лично очень дорога, близка, и я чувствую в себе силы заниматься профессиональной деятельностью. Назначение же на пост генерального директора Республиканской филармонии, бывшего первого заместителя министра культуры и духовного развития, можно назвать своевременной рокировкой, так как, по словам нового руководителя, музыкальное учреждение выходит на иной этап развития. Поскольку расширяются цели и задачи перед филармонией, будет создан симфонический хор на первом этапе пока камерной формы, стоит задача развития духового оркестра, эта задача поставлена на самом высоком федеральном уровне, то, конечно, расширяется и перечень таких организационных моментов, поэтому возникла необходимость разделения полномочий. Помимо этого, одна из основных задач в наступившем году, отмечает новый директор, это максимальное обеспечение жителей республики доступом к культурным ценностям. Поэтому в ближайший месяц уже запланированы концертные выезды в Вилюйский, Горный, Намский и Хангаласский улусы. Иван Подонисон, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.